Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео-урок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – основные виды тропов. Русский язык красив, потому что в нем есть много изобразительно-выразительных средств, которые делают нашу речь эмоциональной, богатой и яркой. Посмотрите, перед нами два предложения. Наступила поздняя осень, и отговорила роща золотая березовым веселым языком. Продолжение, по сути, содержит одну мысль, но в первом слова обычные, повседневные, а в втором особые, что придает выразительность речи. Эти слова мы называем тропами. Вспомните, что такое тропы. Это такие обороты речи, в которых слово или словосочетание указано в переносном значении в целях достижения большей художественной выразительности. И мы с вами помним основные тропы. Ликория, гипербола, ирония, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синегдоха, сравнение, перефраз и эпитет. Итак, эпитет – это художественное определение, которое отмечает существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. В отличие от логического определения, которое отделяет признаки одного предмета от признаков других, эпитет вызывает в нашем сознании целостное представление о предмете. Вот, например, посмотрите. Стену нужно покрасить синей краской. Это логическое определение. А у блока слово «синие» приобретает значение эпитета. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очень синие бездонные цветут на дальнем берегу. Чаще всего эпитетами бывают прилагательные, но нередко в качестве эпитета выступают существительные волшебницы зима. Наречие. Очень часто на севере диком стоит одиноко. А также могут быть и причастия. Волны несутся, гремяя и сверкая. Это уже реже. И местоименные слова, выражающие превосходную степень того или иного состояния человеческой души. Ведь были же схватки боевые. Да, говорят, еще какие. Перед вами примеры, предложения, в которых есть эпитеты. Найдите, пожалуйста, их. Давайте посмотрим. Зловещая дума, гордые корабли, безумное волнение, бархатная луга, жестокая судьба. Еще один троп, о котором мы с вами сегодня будем вспоминать, который – это сравнение. Этот троп заключается в подоблении какого-либо явления другому. Сравнения могут выражаться различными способами. Творительным падежом, формой сравнительной степени прилагательного или наречия, оборотами с различными сравнительными союзами, как, будто, точно, слово и так далее. А также лексически, то есть при помощи слов подобной, похожей и так далее. По своей форме сравнения могут быть прямыми и отрицательными. Отрицательные сравнения, в отличие от прямых, построены на отделении одного явления другого, однако внутренние сближают их, поясняя одно другим. Вообще, использование отрицательного сравнения характерно для устной народной поэзии, что может служить также признаком стилизации. Посмотрите, что ни конский топ, ни людская молвь, ни труба трубача с поля слышится. Довольно часто в стихах используются развернутые сравнения, которые состоят не в одномоментном уподоблении единичного признака, а в последовательном представлении целой образной системы. Пример. Вот перед вами стихотворение Тютчева «Как над горячей узолой». «Как над горячей узолой дымится свиток и сгорает, и гогуть сокрытый и глухой слова и строки пожирает. Так грустно тлится жизнь моя, и с каждым днём уходит дымом, так постепенно гасну я в однообразии нестерпимой». Следующий троп, о котором мы будем с вами говорить, это метафора. Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создаёт компактность и образность употребления слов. Вообще, в основу метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков – цвета, формы, объёма, назначения и так далее. Посмотрите, вот сходство предметов в цвете. В дымных точках – пурпур розы, отблеск янтаря. Общие черты в характере действия, например, лениво дышит ползень. Сходство во временной последовательности явления. Догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча. И луны часы деревянные, прохрепят мой двенадцатый час. Часто в стихах мы встречаем такие выражения, как «железный стих», «туманная юность». В этих случаях метафоричны самиопределения. Они выполняют функции эпитета и метафоры, потому и называются метафорическими эпитетами. Олицетворение. Олицетворение, мы с вами помним, состоит в переносе признаков живого существа на явления природы, предметы, понятия. Если метафора представляет собой отдельное словосочетание, а олицетворение – это целый образ, складывающийся из отдельных словесных метафор. Ветер со стоном метался по безлюдному острову. Его печальный голос тоскливо звучал над притихшим лесом. Или у Лермонтова, но остался влажный след морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет он в пустыне. Метонимия – это перенос названия с одного предмета на другое на основании смежности. Смежность может быть проявлением связи. Материал вам наверняка знакомый. Посмотрите. Итак, смежность между содержанием и содержащим. Пример из-за Крылова. Между автором и произведением. Между действием и орудием этого действия. Между предметом и материалом, из которого предмет сделан. Янтарь на трубах Цареграда. Фарфор и бронза на столе. Между местом и людьми, находящимися на этом месте. Помните, вся столица молилась. Такие метонимические замены позволяют сделать мысли более яркой, лаконичной, выразительной. Придают изображаемому предметную наглядность. Как не спутать метонимию и метафору? Они очень похожи. Очень есть простое правило. Метафора легко переводится в сравнение. Когда мы добавляем слова «как бы», «словно», «вроде», а метонимы переделать в сравнение нельзя. Например, спит усталый ветер. И спит усталый город. Ведь можно сказать, ветер спит подобное человеку. А попытка также записать второе выражение приводит к несуразному выражению. Не ясно, что в городе спят все находящиеся в домах люди. Синегдаха – это разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на другой по признаку количественного отношения между ними. Большее место меньшего, меньшее место большего. И название вместо может быть целого предмета, лишь его часть. Или целого вместо части. Или единственного числа вместо множества. Или определенного числа вместо неопределенного. Посмотрите. Очень часто употребляется единственное число вместо множества. К нему и птица не летит. Перефраз. Перефраз – это оборот, состоящий в замене названия предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты. Перефраз позволяет придать тексту торжественное, возвышенное звучание. Мы часто говорим, например, «автор – герой нашего времени» вместо Лермонтов. Вообще перефраз был характерен для классицистической поэзии. Например, такие употребляли поэты перефразы. «Колумб российских через боды спешит» или «смиритель стран казанских». Вот посмотрите примеры перефразов. Давайте попробуем найти соответствие. Какие же соответствия здесь мы находим? Итак, «Спаситель Капитолия» – это гусь, известная легенда. «Блистающая сталь» – это сабля. «Солнце русской поэзии» – так говорили о Пушкине. «Весна чайческой жизни» – юность. «Седая чародейка зима» – перемирской богини, мы имеем в виду музу. «Поттомок от викингов отважных» – это швед или шведы. «Волшебный прибор Левенгука микроскоп». «Прикованный к скале титан Прометей» и «Бессмертный творец Элиады» – это Гомера. «Гипербола Литота» – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения. А «Литота» – это преуменьшение размера, силы, значения какого-либо явления. Посмотрите, ниже тоненькой блиночки надо голову склонить, пишет Николай Некрасов. «Использование гипербола Литота позволяет писателю усилить выразительность образа, выделить мысли, придать ей необычную форму, яркую эмоциональную окраску. Так, например, Некрасов заканчивает стихотворение, посвященное добролюбову. Вот так. «Природа мать, когда б таких людей, ты иногда не посылала миру, заглохла б мива жизни». Давайте определим, где здесь гипербола, а где Литота. Девять предложений. Я думаю, для вас не составит труда. Вот проверьте себя, пожалуйста. Первое. На казаке были шрава, шириной с черного моря гипербола. Петя замолчала, до вечера был тише воды ниже травы. Это Литота. Третий пример вам известен, например, Литоты. «Мальчик с пальчиком» – это Литота. «140 солнц, закат, пылала, Маяковский гипербола». Я живу в двух шагах от метро. При уменьшении, конечно же, Литота. Это следующая гипербола. И последний пример – это тоже пример гипербола. Ирония. Это употребление слова или выражения в смысле обратно буквальному с целью насмешки. Из Ильфы Петрова пример. Наверняка вы с этим тропом встречались, ребята, на уроках литературы часто. «А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Да, известная фраза. Или Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Мы помним эту иронию Гоголя в поэме «Мертвые души». Или Маяковский. «Вот вы, женщина, на вас белило густо. Вы смотрите устрицы из раковин вещей». Или в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер Маргарита» встречаем такую тоже знаменитую и ироничную фразу. «Свежесть бывает только первая, она же последняя». Аллегория – это иносказательное изображение отвлеченного понятия с помощью конкретного жизненного образа. Аллегорию часто использую, помните, в сказках, в баснях. Хитрость – это леса, жадность, волк, коварство – это змея. Ну вот я хочу сказать, что во многих аллегорических образах отразилось понимание человеком добра, зла, справедливости. Вспомните, что еще со времен Древней Греции правосудие иносказательное представлялось в виде богини Фемиды в образе женщины. Завязанные глаза и в руках весы. Надежда – это, как правило, якорь. Свобода – это разорванная цепь. И белый голубь – это аллегория мира во всем мире. Вот аллегория является, своеобразная аллегория является картина Жен-де-Ла-Круа «Свобода на баррикадах». Прекрасная женщина мы с вами видим с трехцветным республиканским флагом в правой руке. Это полная сила и одушевление свобода, которая решительным и смелым движением указывает путь бойцам. Она ведет людей через баррикады. Свобода не приказывает и не командует. Она ободряет и возглавляет восставших. Итак, перед нами семь примеров, где есть средства художественной выразительности, а именно тропы. Попытайтесь сейчас взять листочек и бумагу и записать, какое средство здесь присутствует. Итак, первое. Он жил всеми своими тысячами листьев, подставляя их солнцу. Тысячами тысяч листьев, извините. На его ветвь прилетали птицы и топли, рассказываем обо мне. Записывайте, пожалуйста, какое здесь средство есть в этом предложении. В больших сапогах, полушубке, овчинам, в больших рукавицах осам с ноготок. Четвертое. Пишущие эти строки обращаются к вам, дорогие читатели. Пятое. Лед неокрепший, на речке студеная, словно как тающий сахар лежит. Шестое. Все флаги в гости будут к нам. И седьмое. Вот охватывает ветер, стая вон объятен крепким, и бросает их с размаха в дикое злобиное утесо, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Давайте проверим. Первое. Гипербола. Второе. Лицетворение. Третье. Летоты. Четвертый. Перефраз. Или перефраза можно и так, и так. Пятое. Сравнение. Шестое. Синекдоха. И седьмое. Метафора. Итак, ребята, на этом наш урок заканчивается. Мы повторили основные виды тропов. Еще раз самостоятельно выучите теоретический материал по теме. Надеюсь, что вам пригодится при подготовке к ЕГЭ. Всего вам доброго и счастливого отдыха. Хорошего вам лета. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»